Екатеринбургский ансамбль «Флосс Флорум» исполняет музыку эпохи Возрождения и Европейского Средневековья с XII по XVI век. Название для группы выбрано не случайно. Вся готика пронизана темой цветения. Коллектив много трудится над схемами средневековых манускриптов для того, чтобы музыка обрела жизнь. Руководитель группы Александр Старков сам реставрирует инструменты, используя ясень, вишню и красные породы дерева. Рассказывает, необходимость реставрации возникла потому, что заказывать инструменты – процесс дорогой и долгий. Тут же так возникло такое желание что-то сделать, попробовать. Вот я сделал один, другой инструмент. И так получилось, что я параллельно стал мастером инструментов. Все струны смычковые, щипковые инструменты в ансамбле сделаны мной, а духовые, ударные, мы в основном заказываем каким-то мастерам в Европе или в России. Музыканты используют на концертах около 30 инструментов. В Кругане поклонники творчества группы совершенно разных возрастов. Мне нравится то, что это реконструкторская деятельность и то, что это средневековая музыка. Мне ближе намного, чем то, что обычно принято считать классической музыкой. Да, в общем, я поклонник, и можно сказать, по профилю того, что я изучаю сам, или я преподаю историю средних веков. Поэтому мне близка музыка средних веков. Но я думаю, что она будет близка и людям, которые так специально не занимаются. Она затрагивает какие-то струны, которые не часто затрагивает музыка современная. Поэтому так, видимо, сладостно перемещаться во времени с помощью вот такой необычной музыки. По словам Круганцев, современное исполнение средневековой музыки позволяет легко ее воспринимать и слушать без специальной подготовки. Для публики прозвучали королевские танцы Франции и Англии XIII-XIV веков, любовная лирика трубадуров и песни вагантов. Елена Валиева, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Круганру.